Если бы я не видела мяту в детстве, я бы подумала, что мята и злата, вот злата, вон мята, что это сёстры, они очень похожи, они очень похожи по морде, по всему, просто в детстве барханы и гибриды, они немножко отличаются, и потом с возраста, но вот прям интересно за ними наблюдать именно за златой с мятой в возрасте, потому что сейчас они безумно похожи, просто безумно. На морду, на окрас, мята более такая яркая, более оранжевая, но так они внешне, по ушам, по всему, очень сейчас похожи. Я бы реально подумала, что они сёстры, хотя в детстве они сильнее отличались, чем сейчас, в такой период. Что ты? Спустилась морковка. Да. Понятно, командир? Но при этом в первую ночь её приняла Марго, хотя Марго не играет с другими котами, то есть другие коты её боятся. Злата её не боится, и они наносятся с Марго. С Марго играет иногда мята, потому что она тоже её не боится, и периодически огребает. И играет Злата. А остальные коты её боятся, а Злата как бы пофигу, то, что Марго на неё там периодически ругается. А, Лисочка, ну не кричай, они играют, видишь, они бегают. Ну, нельзя нельзя. Ну, почему нельзя? Они просто бегают друг за другом. Ну, мальчика, ну, нельзя так. А Сингапура как бы с ней так не играет, потому что она им блюре даёт, и они останавливаются на этом. Сладко. Да. Какое-то сборище котов. Вот какая-то красивая мята. Злата, посмотри на меня. Да, Злата, видишь, она такая потемнее окраса. Ну, мордочки. Вот, кукурузки. Так. Ты очень красивая. Ой, конечно. Ты на телефон собралась нападать? Да, ты же моя сладкая кисточка. Первый раз увидела робот. Ой, ну, ты чего? Она, видишь, хотела посмотреть. По мне, это идеальная картинка. Козы гуляют. Собаки. Я сейчас развожу еду всем. Остальные ждут. Помочь. А Алисочка. А Алисочкой занимаются котики. В комнатке. Я сегодня кошекам даю такое мясо. Приготовилась. Мне кажется, если они его не будут есть, я рано пойду, соберу его и съем сама. Я заказала целую тушку кабана. Вот. Именно дикого кабана. Не семенины. Говорят, что реально по вкусу отличают. Я сейчас себе тоже кусок отрежу, сделаю жаркое. Там еще часть я себе оставила, чтобы шашлык сделать. Мне посоветовали. Ну, не дай бог, они не будут это есть. Я прям старалась. Искала этого кабана, где заказать дикого кабана. Сейчас нарежу, буду давать смотреть. Надеюсь, это им понравится. На самом деле, сплошное удовольствие. Ну, во-первых, он дорогое. Надеюсь, они оценят. Смотрите, как мало жира. Просто потрясающе. Сейчас себе тоже отрублю. Приготовлю. Блин, ну не дай бог они. Ну, с другой стороны, если они не будут это есть, у меня будет 40 килограмм. Мне на всю зиму хватит мяса себе готовить. Первая помощь. Правда, еще остатки вчерашнего мяса. Она вылизывает. Это хорошо. Остатки вчерашнего мяса, потому что говядина была, и он не все ее доел. Она примерзла, и сейчас мне ее никак пока без спецприборов нет. Я ему дала специально часть ноги на кости, потому что он косточки обгладывает. Что ты лижешь? Кушай. На самом деле, что лижет хорошо, потому что когда ему что-то нравится, он даже вообще не прикасается. Боже мой, посмотрите, какой кусок. Он же просто потрясающе, сколько мяса. Какое оно красивое. Да, будет он его есть. Все отлично. На самом деле, я первый раз заказывала. Ну, мне захотелось, во-первых, разнообразиться в рацион, во-вторых, это дикий кабан. Он отличается все-таки от свиньи. Сюнину я не даю. И когда я заказывала, спрашивала про определенные моменты, про жирность, про все остальное, я сказала человеку, что я беру это мясо животным. Он там вообще в шоке был. Он отговаривал. Говорит, да вы что, съешьте сами. Ты такой, дорогой, такое хорошее мясо. Каким животным? Мне никогда животным его не брали. Притом, что продают, они только тушками. О, помню, что понравилось. Я говорю, типа, ну, если они реально будут есть, я буду у вас брать, ну, как постоянно, потому что с диким кабаном, в том числе рыси, они встречаются в природе. Не уверены, конечно, что они могут его положить, но не исключено, что если они находят, например, его там мертвого, то они его едят. Вот, то есть это, я говорю, по жирности, по всему мясо отличается от свинины. Свинину из-за жирности я не даю. Смотрите, ему прям понравилось. Потому что, говорю, вот у остатки мяса еще есть, он их не ест. Не то, чтобы он голодный. Класс. Посмотрим сейчас, как рыси. По-моему, раньше прям ел все подряд, а сейчас стал выпендриваться, и только определенное мясо есть. Как рыси стал любить больше курочку. Боже, как он классно ест. Я не могу оторваться на это, смотреть, как он смачно это делает. Ай, ты мой красавец. Ладно, под урусиком там. Не надо, иди ешь. Иди, 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 иди. Все, не отбирай, ничего же у тебя. Кажется, Мартин тоже мне очень понравилось. Хотя он у меня вечно на спецпитании, он довольно-таки тоже продержчивый к еде. Ну, смотрите, прям ест. У него бывает такое, что он что-нибудь возьмет, и понюхать ему не нравится. Просто просто... Да хватит! Мартин, я понимаю, что тебе очень понравилось. Ты что скажешь? Симба. Помните, да, Симба у меня раньше только накрыла? Ел только... Ну, да ладно тебе, давай, иди, кушай. Ел только крылышек. Чем пахнет? Ай, ты красавец. Ну, а сейчас мне больше все интересует, будет ли есть рыси, конечно, в первую очередь девочки, потому что они тоже очень придирчивые, они любят курочку, а все остальное так. Сейчас пока они хотят просто гулять, а я специально их не выпускаю, потому что хочу, чтобы они поели, так потом я их выпущу погулять, потому что у нас холодно сейчас на улице, мясо просто замерзнет. А, ну, замерзшие уже тяжелее есть. Ты съел уже? Ничего себе! Или... Не, еще остался кусочек. В общем, сейчас оставлю и пойду, чтобы все поели. Потом посмотрю, доели они или нет. Пошла точить в каточки. Конечно, меня больше всего интересует, будут ли есть девочки, потому что я... Все это разнообразие по большей части устраиваю из-за них, потому что девочки все-таки периодически там имеют деток, и чтобы у них правильные циклы, и все было, очень важно разнообразие в питании. Точит, точит когти. Ну, то, что я слегка, как я уже рассказывала, у рыси, если их переводить чисто на курятину, у них смещается цикл, а как бы для северных кошек это не очень хорошо, учитывая, что, в принципе, рыси текут, в отличие от других кошек, только раз в год. Ну, смотрите, прям с охоткой ест. Прям ест. Молодец. Симба, радость моя, заценила еду. Блин, прям так обожаю смотреть, как они с таким аппетитом едят. То, что вот есть то, что они едят так, типа, блин, это же другого ничего не дашь. Едят. А это прям с таким аппетитом. Класс. Ну, конечно, полтушки, это на один раз. Покормить всех. Добытчик взял кусок мяса и полез. Добыл. А ты чего добыла? Нет, что с вас в следующий вечер вообще с коты? Удобно в доме? Вот в какой-то момент ребенок вырастает, и коты начинают заниматься ребенком. Потому что я вот уже хожу, минут сорок, наверное, я сходила, покормила. Ну, естественно, пока я ходила кормить на улицу, Алиса была там в комнате, чтобы ни в коем случае она там сюда не вышла, там комната не открыла, чтобы я видела, где она находится, и комната здесь была закрыта. Хотя она не умеет еще открывать такие двери. А сейчас все выпустила, они вон что-то наверху. Скажи, коты тут развалились, да, перешагивать через них приходится. Давай, неси свои вещи. А куртку? А куртку? Ну, вот там куртка пойдет. Потом за курткой пойдешь? Да. Ну, давай. Коротко о терпении куны. Она уже и посидела на нем. Чего она только не сделала. Несколько раз переползла. Да? Терпеливые куны? Мама, нет. Давай. Ага, спасибо. Давай. Ну, второе тоже кинь сюда. И иди за курткой. Опять препятствую в виде худа. Ну, глядь, куда. Опять исполни их один. Убирала, киня. Сидят. А где более добрая мордаха? А? Вот это понятно. Где еще... Вот более добрая мордаха. Покажи, какие похожие. Боже мой, хочу это показать. Ну, сядьте рядом, пожалуйста, девчонки. Ну, кс-кзак. Что, мята, тебе тоже нравится? Я получила рисунок, который заказывала. Мята пришла. Я просто не понимаю, как люди умеют так рисовать. Надо же просто потрясающе посмотреть, как все прорисовано. Даже кокси. Видите, это не просто кокси. Они как-то прозрачные. Все прорисовано идеально. Потрясающе. Как-то тоже в шоке пришли посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова